Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Заложена слишком высокая планка ежегодного объема инвестирований в основные фонды – 5 млн. рублей, что для мелких учреждений неподъемно. Предлагается предусмотреть градацию санаторно-курортных учреждений, которые откроют доступ к государственной поддержке как для крупных, так и для мелких учреждений, а также предусмотреть дополнительную поддержку санаториев со стороны бюджета. Программа Экономика. Доходы руководителя Кировского управления Федерального казначейства выросли за прошлый год. Олег Гвызин заработал 3 млн. 366 млн. рублей. Это примерно на полмиллиона больше, чем указано в декларации за 2015 год. В составе его собственности изменений не произошло. На Гвызина записана квартира площадью 60 квадратных метров и автомобиль Toyota RAV4. Зам. Надежда Брызгалова увеличила доходы на 300 млн. и задекларировала 1,5 млн. рублей. Примерно так же выросли и ту же сумму составили доходы заместители руководителя управления Натальи Шулаевой. На 500 тыс. рублей заработал больше еще один зам Гвызина Александр Стариков. У него доход 1 млн. 870 тыс. Экономика. На 101 АФМ. Один инвалид решил начать свое дело с помощью службы занятости. По ее данным, за 4 месяца с целью поиска работы туда обратилось почти 900 инвалидов. Из них на постоянные и временные рабочие места трудоустроено 250. Один человек получил финансовую помощь 59 тысяч рублей на открытие собственного дела. Кроме того, на обучение в этом году планируется направить 74 человека. 32 уже обучаются различным профессиям, таким как изготовитель изделий из лозы и бересты, швея, охранник, кладовщик, бухгалтер. В завершении валютах официальный доллар сегодня 56,53. Евро стоит 61 рубль 84 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Программа «Экономика» на 101 АФМ.